Саша, я записал 8 пунктов, знаешь, даже если мы останавливаемся только на этих 8 пунктах, это реально немало, если посмотреть, что гомеопатия дала человечеству только с точки зрения видоизменения каких-то вещей, не говоря о том, что есть новый безопасный, мягкий, надежный метод лечения, ну и вокруг, да, такое ощущение, как река большая, струя, которая смывает все ненужное и вредное. Но я бы хотел сейчас еще 2-3 минуты обратить внимание на некоторые вещи, знаешь, когда заканчиваю случай, когда принимаю случай, во время я пытаюсь не перебивать собеседника, а потом уточняем какие-то вещи. Мне бы очень хотелось тебя попросить, чтобы ты рассказал эту историческую историю, историческую, извините, пантологию, историю о том, как Бернет перешел гомеопатию из-за Лютикова, из-за Канита. Что там произошло, помнишь? Там история была следующая, она, есть у Бернта книга «50 причин, почему я гомеопат», она есть у меня на сайте, и она выпущена отдельной книгой, новосибирской гомеопатической книгой. История была связана с тем, что Бернет так отчаялся в алопатии, то есть настолько разочаровался в алопатии в виде совершеннейшую бесполезность и вред, который она наносила, что он решил вообще завязать с медициной. Он собирался переехать в Соединенные Штаты, стать там фермером и так далее. И один из его коллег, Хилл, не Хилл, сейчас Хоукс, Альфред Хоукс из одного из соседних госпиталей, Бернет работал в детском госпитале, он предложил ему использовать Аконит, попробовать для лечения лихорадки Аконит. И Бернет брал какую-то очень невысокую потенцию, там третью или пятую, десятичную, и он всем детям, которые поступали в отделение, все они получали Аконит. Вот. И Бернет убедился, что это лекарство прекрасно работает. Позднее он стал проводить, он даже провел эксперименты, одним детям давали, другим детям не давали, там по его указаниям и медперсонал. И убедился, что это лекарство прекрасно работает, а раз работает одно лекарство, значит, вероятно, верен настоящий за ним принцип, а раз так, значит, нужно копать дальше в этом направлении. И так он стал одним из известнейших гомеопатов, и, наверное, самым известным гомеопатом английским конца XIX века, с наследием которого до сих пор с большим интересом знакомятся всеизучающие гомеопатию. Очень интересная история, я всем рекомендую ее прочитать, это самая первая причина, из 50 причин, почему он гомеопат, как Бернет пришел к гомеопатию, почему он стал гомеопатом. И здесь, пользуясь случаем, я хотел бы спросить, а как Александр Коток пришел к гомеопатии? Это, действительно, история, это очень, как все в нашей жизни бывает случайно, я собирался стать невропатологом, вот, неврологом, и на шестом курсе я посещал общество невропатологов, или оно называлось невропатологов и психиатров, я уже даже не помню. После того, как я познакомился с гомеопатией, я уже не стал интересоваться названием общества. Да, так вот, был я на одном из заседаний, это было осенью 88-го года, и в конце его поднялся один такого незаметного, неприметного вида мужчина, и спросил, а знает ли лектор, не помню, вот, хоть и Би, не помню даже, о чем вообще шла речь, о лечении какой-то болезни, я не помню. Что думает лектор по поводу отношения к гомеопатии, к лечению этой болезни? Лектор, конечно, слегка опешил, вот, и сказал, что ничего они не знают, потому что вообще никогда не интересовался ни тем, что такое гомеопатия, ни что она думает по поводу лечения той болезни, о которой он рассказывал. И этот человек, а это был некий Борис Нейман, к сожалению, не так давно ушедший от нас, по образованию, если я не ошибаюсь, биолог, он сказал, что для тех, кто интересуется, кто хотел бы больше узнать о гомеопатии, вот телефончик, кстати, да, у меня есть рояль в кустах, да, телефончик, по которому можно позвонить и узнать о серии лекций, которые готовятся, которые будут проведены в скором времени в Москве. Я о гомеопатии практически ничего не знал, но я был открыт новым веянием, шестой курс, надо уже определяться, где-то что-то новое узнаю, и позвонила по этому телефончику, получил адресок, вот, пошел, а это были три лекции, их провели киевские гомеопаты, которые приезжали в Москву, три или четыре лекции, ну, несколько лекций это было, Татьяна Демьяновна Попова возглавляла их, были еще несколько докторов. К сожалению, некоторые из них уже покойные. И меня это заинтересовало, очень заинтересовало. Могли они донести интересно, ярко, вот, и мне это стало интересно, и в конце, тот же самый неутомимый Борис Нейман, в конце этих лекций сказал, что, знаете, а мы курсы собираемся провести по гомеопатии, тех же киевлян. И, кто хочет, позвоните по уже вам известному телефончику. Ну, и по тому же телефончику я позвонил, записался, и в течение четырех или пяти месяцев, каждые субботу и воскресенье, я исправно ездил на эти лекции, которые читали киевляне, и в конце даже получили какую-то корочку, там, какого-то кооператива, вот, о том, что я послушал лекции по гомеопатии и так далее. В каком это году было? Это уже был 89-й год, осенью 88-го я познакомился, всю первую половину 89-го, буквально до госэкзамена, я ездил на эти лекции, и вот с 89-го года я, практически единственное, что меня интересует в медицине, это гомеопатия, то есть уже больше 30-ти лет, слава богу. У тебя был мягкий переход. Да, очень. Его просил, если я не ошибаюсь, кто-то из профессоров, старший коллега в медицинском обществе, подготовить доклад, в котором раскритиковать гомеопатию, то есть разбить ее в пух и перья и убедительно показать коллегам, что она ничего из собой не представляет, это медицинский казус, если не мошенничество, вот, и все, и за этом закрыть вопрос. Но Геринг не оправдал его надежд, что он стал рыться глубоко, гораздо глубже, чем предполагалось, для того, чтобы поставить гомеопатии диагноз шеросролатанства. Сам заинтересовался, списался с Ганнеманом, познакомился, вот, потом отправился, как известно, в Суринам, чтобы, по его словам, водрузить там флаг гомеопатии, потом перебрался в Соединенные Штаты и уже в них стал отцом американской гомеопатии. То есть его переход Геринга в гомеопатию был чисто, сначала был чисто теоретическим, то есть сначала он изучил теорию, нашел ее логичной, потом уже стал потихоньку применять сам какие-то лекарства, потом начал проводить прувинги, которым его очень поощрял Ганнеман, вот, ну и так далее, и так далее. Тоже за каждым известным гомеопатом, практически за каждым известным гомеопатом стоит история такого интересного перехода, то есть Кент перешел в гомеопатию, а он заканчивал электрический колледж в Цинценате, после того, как гомеопат вылечил его жену, от которой отказались все врачи Аллопаты, ничем не могли ей помочь. Кто-то, если вспомнить еще кого-то из великих, тоже это была случайность, которая привела его в гомеопатию, но всегда это было или плод самостоятельного исследования гомеопатии, или возможность убедиться в эффективности гомеопатии своими глазами. Это очень интересная тема, может быть, когда-нибудь отдельно поговорим об этом.